Ну что, дорогие друзья, прочитал я как-то в фейсбуке пост, ну того самого Аркаши Бабченко, который уже вот сейчас, в девятнадцатом году, объявил всеукраинский сбор средств на помощь армии на востоке. На закупку броников, касок, тепловизоров. Это в девятнадцатом году, дорогие друзья. Такое впечатление, что кто-то нам очень сильно врет. То ли бывший президент и со всей его верхушкой армейской, которая рассказывает нам, как хорошо оснащена самая мощная армия в Европе. То ли Аркаша Бабченко решил, от большого ума, сребить деньжат по-легкому. Но... У них черепно-мозковые травмы. Поліція уже открыла криминальное проведение за статей дій, что те организуют работу установок выполнений покарания. Зранку будильня горела. Є информация, что это была пожежная машина и гараж. А біля колонії затримали кількох осіб. Это была группа поддержки зеки. Чутки про массовую втечу арештантів не подтвердились. За данными поліції, увязнені вимагали, чтобы обетники колонії припинили їх бити та знущатися. Також є в нас неперевірена информация, что пункт назрівав декілька днів після того, как поранили охоронця, который обещал арештантам навчання. Но они решили випередить навчання, поэтому и забарикадировались. Наразі это вся информация. Мы продолжим держать вас у кофе по тей студии. Студия, мы тоже продолжим вас держать в курсе всех событий. Видите, вы получили информацию из первых уст, из достоверного источника. Так, о чём это я? Ага. Ну так вот, об оснащении армии и о фактах, которые противоречат друг другу. Сбору средств Аркаши и Бабченко на армию. Причём, самого необходимого, самого элементарного. Это броники, это каски, это тепловизоры. Ладно, дорогие друзья, вряд ли мы тут что-то услышим. Так вот, я о чём? Не могу сказать, как оснащена наша армия, особенно боевые части на востоке. Но вот эти вот факты, противоречащие один другому, говорят о многом. Ну а теперь я хочу показать, как оснащена наша полиция. Внутренние войска, полиция, нацгвардия и все силовики, которые занимаются обеспечением порядка внутри страны. Ну вот, дорогие друзья, крафтер Катрульные полиции. Так, причём даже... Ух ты, 11. Похоже, что это уже столица примчалась к нам на помощь. Быстро сработали оперативно. Ну, не знаю, в полиции ФРГ что-то лучшее есть на вооружении или нет. Но у нас довольно внушительно, дорогие друзья. Должен вам сказать. А, ещё же и вертолёты закупаем. Мы уже закупили партию самых лучших французских вертолётов, дорогие друзья. Так что теперь... Теперь... Точно наведут порядок Убильный и Незалежный. Мне попалось... Как специально, дорогие друзья. Раньше была рубрика «Нарочно не придумаешь фрокодилей». Попалась в видоискатель вот эта афиша. Одесский державный цирк. Обещают представление в субботу, в понедилю. Ну, сегодня не суббота, но неделя. В понедилок. И тем не менее цирк продолжаются, дорогие друзья. Да, точно. Нарочно не придумаешь. Вот таким образом дадим картинку. Вот ещё один бусик. Как вам? Всё на вельё. Современно. Так, не вижу, что это там. Мерс, Volkswagen. Ну, какая разница. Ну, видите, какое оснащение. Теперь посмотрим на оснащение спецназа. Не понял, только что эта девушка была с микрофоном Думской. Так, прячет свой бэджет. Да, остальные опаздывают. Где же наш? Лет Marine. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. У меня больше ста человек забарикатировались в среднем. И в том, что они и в гости барикатируются, но полиция не берет их штук. Но все же так, они сподіваются на перевозку. В этом случае, что спецназ выражаетесь только с обезьями по уходам, где за информацией конфиденциальной службы среди заслуженных поранных нет. А уже в рамках уходов госпіталізовали с черепно-мостовыми травмами. В ходе уже открыто криминальное проведение, что деорганизуют работу в установке выполнений. В рамках уходов были информация, что это была пожежная машина и гараж. Более колонии забрали несколько минут. У нас есть информация, что бунт готовился уже несколько дней после того, поранных охранников, который обещал сегодня навчать арестантам. Но они решили их передать. Наразі тут же полиция. Та швидкая допомога периодически выезжает из установки, но никто ничего не коментует более детально. Мы будем держать вас в курсе кодей. Студия. Так, похоже наша корреспондентка многостаночница. Прямо Паша Ангелин или кто там у нас был. Работает одновременно на полставки на несколько каналов. Только что давала интервью для Прямова. Била репортаж. А, а до этого, вы сами видели все дорогие друзья. Одесскому каналу Думская. А че такое? Сейчас пишем это видео. Нет, сейчас вы уже не это самое. Пойдем, давай. Главное, уже не включайтесь рядом с нами. Да. Я после чего-то начинаю дергаться из-за времени. Я не могу не путь. Я не могу. Понимаешь? Давай, потому что мы опоздаем. Кипочку дать вам? Да. Прямо подисти распечатался из поведомления про стражный бунт в колонии номер 51, который находится практически в центре города. Потому что, по поведомлениям возникновения между вязнями и коронцами, по поведомлениям, она не слуховая. Она же ритуально может жить. Так, 125 дубль профессионалов, дорогие друзья. Мы же работаем всегда в прямом эфире. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...